Рекурсия Вы поняли Можно так сказать Чтобы понять рекурсию Надо понять рекурсию Но это шуточное На самом деле Вот такая рекурсия Является бесконечной Что нужно Чтобы нарисовать квадрат То есть мы берем Некую задачу Например Нарисовать квадрат И я говорю Как будем решать Эту задачу Я говорю Очень просто Метод решения Чтобы нарисовать квадрат Надо нарисовать квадрат У меня получится Нет Не получится Но идея Есть в этом И идея этой Активно используется людьми Люди пользуются Слугами Они пользуются Ладно Услугами друг друга Люди Делегируют друг другу Выполнение Каких-то Вспомогательных Задач Времена Рабства Прошли Но тем не менее Люди Нанимают Других людей Ради выполнения Конкретной Задачи Ставится Некая задача Которая Которая Является Частью Общей Задачи Убрать дом Человеку нужно Помыть полы И он Нанимает уборщицу Чтобы она Мыла полы Или там Офис Ему нужно Регулярно Выполнять Эту подзадачу Эта подзадача Она спускается Соответствующему человеку Который ровно Ее делает Это вообще Говоря Называется Словом Декомпозиция Декомпозиция Я вообще Этому вас В целом Так потихоньку Учу Хотя мы Занимаемся В основном Чем языком C++ В рамках Не очень глубоко Но тем не менее Языком C++ И алгоритмами Но Немножко Все таки Декомпозицию Я делаю Иначе Программный код Будет трудно читать Я его Разрубаю На Функции Кто такая Функция Кто такая Функция Это некий Черный ящик С точки зрения Пользователя В который Я могу Как бы Не знаю Как в дырочку Какую-то Взять Засунуть Ему Некие Параметры Как она Называется Мясорубку Кухонный комбайн А она Мне Выплюнет Некое Значение Как она Его обрабатывает Меня до Некоторой Степени Не волнует Главное Чтобы это Соответствовало Поставленной Задаче То есть В этом Смысле Вы ставите Задачу Уборщице Помыть полы И как Она будет Полы Маленькой Тряпочкой Большой Тряпкой Она Зубной Щеткой Или она Выпустит 10 роботов Пылесосов Вас не очень Сильно Волнует Вы приходите Видите Чистый пол Вы довольны Результат Да Вот Но Интересно То Что Мы Как бы Решаем Большую Задачу И вот Эта Постановка Задачи И решение Задачи Декомпозиция Мы разбили Мы придумали Какую Маленькую Подзадачу Можно выделить И она Получилась Мы ее Можем делегировать Ее кто-то Выполнит За нас В программировании Соответственно Это функция Да Так вот Смотрите В самом Действительно Идея Рекурсии Состоит В декомпозиции Но Особенной Особенность Этой Декомпозиции В том Что задача Должна Разбиваться На под Задачи Аналогичные Исходные Ну допустим Я не знаю Какой-нибудь Черепашкой Или еще Каким-нибудь Исполнителем Рисую квадрат Ну Сложно Разбить Рисование Квадрата Нарисование Квадрата Это как-то Ну то есть Нарисовать Квадрат Это нарисовать Четыре раза Нарисовать Его сторону Да И все То есть Задача Нет Как сказать Она не совсем Допускает Рекурсию Она не про то Она не про рекурсию Сама задача Но Я могу сказать так А давайте Нарисуем Квадрат Такой вот Специфический Нарисовать Квадрат Да В который Содержит Квадрат Да Содержащий Квадрат Да Хм нарисовать квадрат содержащий квадрат да какой да точно такой же я вот так вот это сделаю как бы особенно квадрат это не совсем квадрат это уже квадрат фрактал будет квадрат который содержит квадрат да ну как это может выглядеть это чуть-чуть поровнее сделаю чтобы красота возникла соответственно я говорю так чтобы нарисовать такой в кавычках квадрат которые хочу надо мало того что нарисовать квадрат да требуется еще и внутренний вон рисовать квадрат я этот квадрат буду рисовать со смещением на четверть стороны то есть половина половин половина половины и соответственно у меня будет получаться вот такой квадрат внутри квадрата квадрат я говорю отлично но на самом деле чтобы нарисовать вот этот квадрат надо мало того что нарисовать четыре стороны так еще и в нем внутри нарисовать квадрат я беру половину половина половину половины половину половина до половину половину вот я делаю шоп и рисую квадрат но у меня правда сейчас может не совсем все ровно получаться вы уж меня простите я я стараюсь как могу но тем не я не не художник абстракционист да и в результате получается вот такая интересная красивая фигурка ну правда вопрос вот чем кроме красоты есть ли какой-нибудь у нее смысл да я если честно смысла сюда никакого не вкладывал просто хотел показать вам красоту фрактальную красоту да и некое такое визуальное изображение рекурсии да что она как сказать нам дает так сейчас секундочку не туда ну да похоже только она здесь как видите это что называется только она здесь многоэтажная но я уже буду сейчас быстрее рисовать я не буду эти . уже поставлять по-честному да я уже буду просто вот малевать но вопрос вот в чем а сколько времени должен провести в риса в рисовании вот этих вот квадратов а вот сейчас я что должен делать по идее сейчас я должен взять заточить этот мел тонко-притонко и продолжать рисовать эти квадратики я начну дальше это делать и дальше это делать ну и слушайте я уже не могу измельчить объектива камеры не хватит чтобы вы заметили смысл производимых мной действий они мизерны но ведь я действую математически точно и строгой и я продолжаю рисовать этот квадрат а я продолжаю по идее я должен продолжать это делать как что бесконечно нет если это истинный фрактал то теоретически я должен продолжать это делать бесконечно понимать то если это истинный математический фрактал то меня интересует некие предельное действие, предел математический. Но, извините, в программировании мы работаем в рамках нашего конечного времени вычислений. Мы там оцениваем среднее время выключения. Главное, опять же, смысл. Есть ли смысл, если я реально это изображаю, то у меня принтер не изобразит этих всех деталей уже. У меня экран не изобразит этих точек, даже если задача вот такая. То есть, должен существовать в какой-то момент останов. Должен быть в какой-то момент критерий того, чтобы все. Теперь давайте я, я вот ввел, порисовал вам, да. Давайте я введу сейчас уже определение рекурсии. Я к этому подвел. Как я вижу рекурсию, как я вижу определение рекурсии на уровень школьника. Смотрите. рекурсия, это главное, это не алгоритм. Это не алгоритм. Это не семейство алгоритмов. Это некий подход. Рекурсия, это метод, метод решения задачи. Обязательно, должна быть сформулирована некая задача, которую мы решаем. И вот рекурсия, это метод решения задачи через через можно было бы написать слово декомпозиция и так далее, но все-таки давайте попроще. Через решение подзадачи подзадачи или подзадачи. Ну или давайте лучше так, подзадач в скобках и напишу. Может быть одна, может быть несколько подзадач. И вот до этого момента, опять же, непонятно. Квадрат, пожалуйста, нарисовать четыре стороны. Вот вам. Вот человечка надо нарисовать. Нарисовать голову, нарисовать тело, ручки, ножки. Вот чем это не подходит? Подходит. Вот через решение. Мы разбили задачи на подзадачи. То есть, по сути, декомпозиция. Но фишка в том, что через решение подзадач аналогичных исходной задачи. Аналогичных исходной задачи. Да? Ну и опять же, можно сказать, а в чем тогда проблема? Чтобы нарисовать квадрат, надо нарисовать квадрат. Проблема есть. Надо, чтобы эти задачи были проще. Да, вот это очень важно. Но. Это важное но. Аналогичных исходной задачи. Но проще нее. А что это значит? Ну, что значит проще? То есть, к этому слову можно задать некие дополнительные вопросы. Проще нее. То есть, соответственно, ближе к крайним случаям. К крайнему. Ну, или лучше, к крайним случаям. То есть, ближе к крайнему случаю. К крайним случаям. Как часто бывает при описании одной штуковины, выползает еще парочка штуковин. К крайним случаям. А кто такие крайние случаи? Вот эти вот. Да? Я свел, объяснил вроде как, что такое проще, да? Но что значит ближе к крайним случаям? Ну, тут очень хорошо рассказать сказку Репка. Вот. Если вы ее знаете, то вам будет довольно легко и интересно про нее послушать. Соответственно, как известно, посадил дед, что? Репку. И сказал, расти, расти, репка крепка, расти, расти, репка сладка. Да? Выросла репка, сладка, крепка, большая-пребольшая. Да? Вот. Стал дед репку рвать. Натянет-потянет, дед. А вытянуть не может. У меня дед не совсем сегодня красиво получился. Но тем не менее. Ладно, дед как дед. Тянет-потянет. На то он и дед, в конце концов. Красивым быть не должен. А в чем тут фишка? Причем тут вообще рекурсия? Дело в том, что Репка фактом своего вырастания, да, она поставила деду задачу. Вытяни меня, да. Сообщи мне для того, чтобы я вытянулась, некое усилие. То есть, смотрите, я нарисую вот так вот, но это не приложение направления силы, а именно постановка задачи. Деду, как некой функции, да, приходит задача выдать, например, 200 ньютонов. А у деда силы всего лишь на 100 ньютонов. Он не может больше. Да? Ему нужно тягловая сила на 200 выдать. И он берет и свою задачу разбивает, да, на, собственно, часть, которую делает он, да, и некую подзадачу. Как известно, позвал дед бабку, да, позвал дед бабку и сообщил ей, бабка, мне требуется усилие 100 ньютонов. Выдай мне, пожалуйста, на гора 100 ньютонов. А бабка, конечно, сильная, добрая, да, тянуть может, может тянуть бабка, да, может, но не очень сильно. Дорогая бабка тянет, потянет, и как известно, что вытянуть не может. А в чем дело? Почему она не может решить поставленную задачу? Потому что у бабки силы всего на 50 ньютонов. 50 ньютонов, вес примерно 5 килограмм. Старенькая бабка. Да? Как бабка решит поставленную задачу? Она придумала рекурсия, да, я позову внучку, кол, да, она вызывает функцию, функцию внучка, да, и ставит ей под задачу. И эта под задача абсолютно аналогично исходной. Вот. Соответственно, у нас приходит внучка, ой, что-то у меня нос большой внучки получился. Вот такой, давайте, внучки нос. Да, волосы замечательные, и косорусы. Замечательно. И бант. Люблю рисовать этот бант. Вот такая внучка улыбчивая у меня. И тянет, потянет, вытянуть, что не может, потому что она ребенок. Да, ребенок много сил приложить не может. Тем не менее, сила она своей прикладывает. Почему не может вытянуть внучка? Потому что внучке, да, сколько я там обычно давал сил? 30 ньютонов, что ли? 30 ньютонов. И она не может выдать 20-50 ньютонов. Соответственно, как внучка решает поставленную задачу, позвала внучка жучку. И говорит, жучка, мне надо 20 ньютонов. Дай-ка мне 20 ньютонов. Жучка, да, замечательная собака, хочет помочь, но вытянуть не может. Почему жучка не может вытянуть? Почему жучка не может вытянуть? Потому что у нее всего 10 ньютонов сила, и она не может решить поставленную задачу. Позвала жучка кошку, кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, да? Вытянуть, как известно, что не могут. Почему не могут вытянуть? Потому что у кошки тоже не хватает сил. У кошки только 9 ньютонов у меня будет. О! Кошка больше 900 грамм не может. Позвала кошка что? Позвала кошка мышку. Для чего я все это рассказываю? Для того, чтобы объяснить, что у меня каждый раз есть постановка задачи, есть собственно вызванный экземпляр, ну я назову словом экземпляр, как бы его вот фактическая вызванная функция, находящаяся на исполнении, которая получает параметр требуемый, и неким методом его решает. И этот метод каждый раз снова состоит в том, что мы еще раз вызову функцию по решению той же самой задачи. То есть по сути алгоритм. Я запущу еще раз алгоритм и подожду пока он выполнится. Обратите внимание, что собака не сможет выдать 20 ньютонов, дернуть за косичку за 20 ньютонов, пока кошка не дернет ее за хвост с 10 ньютонов. А это не может случиться в тот момент, когда кошка только позвала мышку. Обратное действие происходит очень быстро. Но перед тем, как оно произойдет, я хотел бы обсудить еще один важный момент. Что-то у меня нос у мышки получился слишком длинный. Вот у меня мышка такая, да, мышка такая, что-то, опять мышка у меня неудачная, как эта мышка сегодня. Вот такие ушки у нее и попа толстая. Вот она упирается своими лапоньками, хвостик у нее торчит. Замечательный. Что прекрасного в мышке? Мышке надо медаль, да, и кусочек репки. За что? Дело в том, что мышка здесь нарушает всю вот эту логику. И за это мы ее и любим. Мышка справляется с поставленной перед ней задачей. и она решает задачу нерекуррентно. Мышка это и есть тот самый крайний случай. Я бы назвал этот случай конечным, но ради того, чтобы в динамическом программировании не говорить потом начальный, точнее, чтобы было общее слово, я назову его крайний, оконечный, крайний случай. Да? Граничный, можно еще сказать. Да? Пограничный. И благодаря этому заканчивается рекурсия. А иначе сказка бы не закончилась никогда. У нас бы эта мышка позвала мушку, мушка микроба, микроб этого вируса, вирус молекулу, молекулатом, атом, ну кулон, ну кулон кварк, кварк, глюон, глюон там струну, струна какой-нибудь математические уже там сущности. Ну короче, смысл в том, что еще раз говорю, это рекурсия не должна быть бесконечной. Обязательно наличие крайнего случая. И именно благодаря ему мы можем сказать, что задача поставленная перед кошкой проще, чем задача поставленная перед собакой. Я обычно еще рассказываю вторую модель рекурсии, это матрешка. Матрешка, чтобы сделать матрешку, нужно сделать матрешку. Да? А чтобы сделать ту матрешку, нужно снова сделать матрешку. Но кто же сделает последнюю матрешку? Ответ, крайний случай, нужно обязательно понижать количество вложенных матрешек при постановке задач. То есть, когда мы ставим под задачу, мы тем самым уменьшаем уже, да, уже уменьшаем. Говорим, нам надо сделать матрешку вложенности 3. Следующий говорит, нам надо сделать, так вот, я вам хочу сказать, что, какую матрешку сделать проще? Какую матрешку, где у меня все потерялось? Да, матрешка куда-то делась-то. Короче, матрешку, какую матрешку проще сделать? Вот такого размера матрешку проще сделать? Да? Или вот такого размера матрешку проще сделать? А, вот какого? Что называется там, с меня ростом или вот такую? Ответ, подождите. Одно дело размер, а другое дело второй параметр. А сколько вы хотите вложенных матрешек? А то, может быть, вот эта матрешка в полчеловеческого размера ростом, но зато она делается из цельного куска дерева, она сама себе крайний случай, то есть, уровень вложенности у нее ну, ноль, можно сказать, даже, ну, или один, то есть, одна матрешка никаких вложенных, неразборная, да, болванка. А вот эта матрешечка, которая вроде бы размер небольшой, а я скажу, что, например, уровень вложенности 20, все, это превращается в тшшшш, то есть, это нужно изготовить, покрасить, сделать там, вот вставку и так далее, то есть, это возникает целая проблема. Поэтому не надо думать, да, что от размеров числа, да, то сколько тут ньютонов, что называется, да, здесь-то я сделал именно так, да, что именно от этого зависит сложность задачи. Иногда дело в деталях, да, и надо понимать, что глубина рекурсии, а глубина рекурсии, это степень погружения, да, то есть, смотрите, репка, она у меня, ей никто не ставил задачу, вытяни меня, выдай мне усилие, репка овощи, да, она ставит здесь задачу деду, да, соответственно, дед действующая функция, которая должна выдать репке усилие, вернуть его на самом деле. Так вот, получается, что дед до того, как позвал бабку, а ведь был такой момент, когда бабка еще не появилась даже на горизонте, да, он осознавал задачу, измерял собственные силы, сколько же я смогу, сколько мне не хватает, то есть, вычитал из 200 ньютонов свои собственные 100 ньютонов, да, вот это же нужно было вычислить, да, то есть, были действия, которые дед делал до того, как принять решение о том, чтобы позвать бабку, да, что выражается, тянет, потянет, вытянуть не может, да, ну, короче, вот эти вот предварительные вычисления, так вот, друзья мои, что я хочу сказать, что в этот момент наш рекуррентный вызов находился на глубине 1, понятно, то есть, вот это была глубина рекурсии 1, когда была позвана бабка, кстати, в этот момент дед как бы спит, ну, то есть, он ожидает ее рейств, ее реакцию, он сидит возле репки, и все, в одной из книжек была замечательная иллюстрация, правда, там, про внучку, дед с бабкой сидят возле репки, да, а внучка уговаривает жучку, на переднем плане, прекрасная иллюстрация, вот, ну, короче, не важно, я что хочу сказать, что эта ситуация развивается, это постепенно, это не мгновенно, сразу все пришли, так, все, понятно, вот, соответственно, у бабки уровень глубины рекурсии 2, у внучки 3, 4, 5, и на шестом уровне глубины рекурсии мы останавливаемся по какой-то причине, ну, потому что задачи дальше не требуют рекурсии, да, мышка может справиться с поставленной задачей, все, интересно то, что вот это вот разворачивание ситуации с углублением внутрь, да, постепенное увеличение глубины рекурсии, обратите внимание, что это по сути одна и та же, один и тот же алгоритм каждый применяет, это одна и та же функция, вот функция это программный код, который надо выполнить, чтобы решить поставленную задачу, вот функция является реализатором алгоритма, и получается, что функция вызывает сама себя, как, не знаю, змея, которая кусает сама себя за хвост, да, змея, которая сама себя за хвост кусает, да, ну, и какая-то древняя картинка такая, да, вот функция, которая вызывает сама и себя, да, ведь мы можем, в принципе, когда мы разговариваем про функции, про то, как программа устроена, да, мы берем и рисуем, говорим, вот у меня есть некая функция а, ладно, мы же с вами на си пишем, да, на плюсах, у нас есть функция main, о, у нас есть функция main, когда запускается программа, то переходит вот сюда вот управление, когда main закончится, main вызывает функцию, там input вектор, да, или print вектор, да, ну, давайте я для простоты там пишу функцию а, а функция а может вызвать функцию b, но потом функция b заканчивается, и у меня управление возвращается внутри функции а, функция а в какой-то момент закончится и вернет управление функцию main, да, функция main проснется, да, и продолжит заканчивать свою работу уже, да, ну, я условно так вот говорю, вполне возможно, что main еще раз позовет, а, та еще раз b, и потом это вернется, потом еще раз, но смысл в том, что в конечном там может находиться циклически, но смысл еще раз в том, что мы, что функции вызывающие, они ждут, когда закончится этот процесс, и еще, важно наличие вот этого return, что происходит возврат, не только call, вызов функции, но и возврат из, соответственно, ну, скажем так, служебной подпрограммы, более основной и совсем основной, понятно, да, а вот если я на это, вот в этой логике захочу изобразить рекуррентную функцию, да, то есть вот я вызвал рекуррентную функцию, допустим, она называется буковкой f, да, и эта функция вызывает саму себя, именно саму себя, не функция dead вызывает функцию бабу, которая вызывает функцию вну, да, она именно сама, не вот такая, а именно вот так, причем это действие может повториться несколько раз, да, вот он как будто, потому что называется, этот вызов функции зациклился, но на самом деле в специальном месте, она называется стэк вызова, ну, вообще стэк программа, отслеживается, сколько раз функция вызвала саму себя, какие именно параметры были, потому что на каждом слое, вот этой глубины, на каждом слое глубины рекурсии будут свои копии локальных переменных, и поэтому очень важно, чтобы переменной пользоваться локальными переменами, неглобальными, да, вот, чтобы кошка не перезаписала переменные, которые пользовалась жучкой и все остальные, понятно, у каждого должны быть свои ручки и ножки, значит, соответственно, возврат будет до поры до времени происходить обратно в рамках этой, но в конечном счете мы, вот здесь я это послойно их разложил, да, у нас на самом деле происходит так называемый обратный ход рекурсии, то есть передача собственно возвращаемых значений, на самом деле, ну, в случае этой передачи этих значений, это происходит почти автоматически, именно этих зверей, да, это происходит почти автоматически, но на самом деле на обратном ходу рекурсии, я не буду писать, вот это прямой ход рекурсии, да, с углублением, да, а это обратный ход рекурсии, на обратном ходу рекурсии, на самом деле, что происходит тоже некие действия то есть например там взять внучку до ее потянули и она свои собственные силы интегрируют с полученными от жучки 20 ньютонами кстати до жучка у нее собственных то 10 но она возвращает внучки 20 как она выданные от кошки 10 должна с интегрировать со своими сложить и вернуть я рисую стрелку в ту сторону хотя вы понимаете что с точки зрения физики сила она туда идет да но с точки зрения передачи как сказать вот этого вот импульса да она идет туда ну как не знаю если бы то мышка была локомотив она дергала сцепку вагонов то звук вот этих стыков он бежал справа налево короче обратный ход рекурсии идет из на уменьшение глубины на выныривание да вот но и мы можем в принципе это дело даже посмотреть дату и взять написать простенькую какую-то рекурсию который в которой у нас будет репко дергаться на неважно да я буду просто добегать и обратно выныривать вы знаете я сейчас сделаю нечто совсем примитивно это будет сумма арифметической прогрессии действительно это будет похоже на репку так репка вот я про не помню как репко по-английски сейчас секундочку что делаю когда я забыл не пасую я бегу и смотрю чернип конечно черный гранд фада пул датерны и пулзан пулз батка нот пул аут и так у меня есть функция репка да ну на самом деле как сказать ну там будет репка hero да то есть репка hero и этот герой должен выдать некое число да он получает некое число да это глубина сейчас секундочку не глубина давать или это самый на самом деле это будет и глубина рекурсии и требуемое число которое требуется ему выдать усилия давайте называть force но возвращать я на самом деле буду сумму всех сил которые мне переданы или лучше ладно давайте все таки буду делать и по n n нам да так что я хочу сделать если у меня ада анамбер будет количество скольких героев еще надо позвать так вот number heroes number of heroes а у кого то должно зайти на труда что а вот это должно зайти герой труда герой труда ладно неважно мы не будем уж совсем нет хватит хватит короче если количество героев необходимых для вызова у меня будет равно собственно одному то я и есть этот герой. Мне никого реально звать не надо. Я мышка в этом случае. Я просто говорю, все, я мышка, все, я мышка. Понятно? Она никого не зовет, она ничего не делает. Это не рекуррентное решение. Рекурсия подразумевает наличие крайних случаев, в которых... Рекурсия подразумевает не рекурсию, что на самом последнем этапе мы никого не зовем. Это очень важно. Крайний случай. Это останов рекурсию. Ну а если нет, ощлени. В этом случае что мне нужно сделать? Ну, надо взять и позвать. Позвать. И я хочу посчитать итоговую summary, которая получится. Summary будет состоять у меня из чего? Из того, что я позову репка hero на вопрос, с каким параметром. и к его возвращенному мне, там на самом деле будет у меня сейчас еще раз говорю, сумма всех сил просто, то есть они не будут заявлять сколько ньютонов, просто будут говорить, у тебя еще стольких позвать, тебе еще стольких позвать. А второе, я к нему буду прибавлять дополнительно, слушайте, я немножко вот так выровняю с переносом. Мне к этому делу дополнительно надо прибавить соответственно собственную силу свою. Я договорюсь о том, что я буду прибавлять, но собственно вот это number of heroes to call будет моей силой. Я сейчас это дело пропишу вот так вот. Плюс собственно собственная моя сила. Hero current hero force. Вот так вот я ее назову. Сила текущего героя. Так, а что я должен передать сюда? я должен передать параметр, который будет обязательно меньший по масштабу, чем тот, с которым меня вызвали. Да? Я не имею права поставить сюда то же самое. Как вы понимаете, я предполагаю сейчас положительную нумерацию героев, да, поэтому я сюда сейчас поставлю меньшую на единичку. Количество героев, которых осталось позвать, минус один. Ну меня же позвали, я уже отрабатываю, да, я вот свою силу сюда прибавляю, да. Понятно? Это чуть-чуть еще раз, да, нет вот этого вычисления, сколько надо, запроса, количество, просто из стольких героев осталось, ну чтобы у меня сейчас рекурсия была с одним-единственным параметром. Итак, по итогам полученный summary надо вернуть, да, return это самый summary, итог, итог, который получился. На самом деле, конечно же, моя функция репка hero занимается простым сложением арифметической прогрессии. И я могу здесь посчитать, я просто сейчас вот int i, господи, i меньше чем, ну сколько посчитаю, я не буду большие, в большие числа уходить. я буду на на shout, забыл, кстати, этот самый репка hero i, я забыл, что using namespace std написать, чтобы std каждый раз не приписывать. Итак, что я сделал? Я сделал, почти сделал. Значит, что я сейчас обнаружу? Я сейчас обнаружу багу. Так, это не бага, это брейкпоинт случайный. Я сейчас обнаружу ошибку. В чем дело? Что происходит? Я не вижу ничего на экране, я вижу только код возврата, который свидетельствует о том, что программа поломалась, программа вылетела. Что случилось? В чем проблема? На самом деле проблема случилась на первой же задачке. когда я начал запускать репка hero i, я сказал сюда ноль. И я знаю о том, как работает функция, знаю тонкости и трудности какие-то, я понимаю, что на самом деле моя функция, она не умеет останавливаться, если у меня количество героев меньше либо равно нулю. Оно будет приводить к бесконечной рекурсии. ну как бы зацикливаю, но если обычное зацикливание оно не кушает ресурсы программы, то вызов функции тратит на себя, пусть не очень много, но все-таки немножко памяти тратит. И тратит он ее на так называемом сегменте стека, на такой страничке памяти, которая называется стек. Она предназначена как раз для обработки служебных вызовов, вызволить функцию, функцию и той функции, еще функцию, чтобы грамотно параметры раскладывать и потом оттуда из стека возвращаться и есть стек вызовов. Но этот весь стек вызовов был сейчас страчен за долю секунды и программа вылетела с ошибкой. Понятно? Поэтому на самом деле у меня реально присутствует контракт. Я должен подумать, а что делать, если собственно number of heroes to call у меня меньше либо равно нули, ну мало ли какой-нибудь дурак вроде Тимофея Федоровича, да, у меня но ответ на это можно в принципе контракт прописать через так называемый assert, assertion. Я правда не помню, по-моему для этого нужно в C++ надо include сделать. И библиотека, если не ошибаюсь, называется C assert, потому что она еще растет аж из языка C. И вот этот assert по идее должен мне выдать ошибку, но правда здесь я ее не вижу. КОНЕЦ раз, два, три, раз, слава богу, слушайте, не знаю, чем проблема, продолжим. и так. Короче, в продакшн программировании используют для этого так называемые assert, да, ну вот я не знаю как его тут правильно передать еще и параметры, чтобы он успел проверить это дело, но мы можем попробовать более, как сказать, более устойчивый, менее радикальный способ, когда мы будем возвращать ноль, если нам дали такую штуку, ну то есть это, ну нужно просто думать иногда и о контрактах функции, то есть, а что нам делать в ситуации непредсказуемых параметров, да, при которых у нас рекурсия может зациклиться. Ну и он у меня сейчас все числа выдал, включая, начиная с нуля, при нуле он теперь выдал ноль у меня, да, то есть смысл в том, что на самом деле при нуле был вопрос еще такой, стоило ли вызывать. Ну и давайте еще эти самые, перевод строки будем печатать, чтобы собственно видеть результаты. Ну и мы видим собственно суммы арифметических прогрессий, да, от нуля до девяти, да, ну в смысле один, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ладно, что я хотел сказать, что на самом деле вот если я откажусь от вот этого дела и вызову только один раз, тем не менее я могу даже не тем не менее, а именно вот давайте репка hero 10, да, ответ будет 55, вот, но я хотел бы перед тем, как будет возвращен summary, собственно немножко поболтать. Я вот здесь вот сделаю болтучую функцию, которая будет мне говорить, что собственно эта функция вызвана вот с таким вот параметром, да, ну и собственно я даже не знаю писать ли мне там что-нибудь, я вот так вот напишу, ой, вот так вот, да, это прямой ход рекурсии будет у меня замечен здесь, а здесь я увижу обратный ход рекурсии, давайте запустим, ну параметр number of heroes to call не менялся, ничего ему не присваивал нового, согласитесь, да, то есть не было присваивания увеличений, что я увижу, сейчас увидите и вы тоже, а увидите вы следующее, что у меня с десятки это дело ушло до двойки, а потом с двойки начал расти, единицу я не увидел на самом деле только по той причине, да, что у меня крайний случай он молчаливый оказался, да, крайний случай сам о себе молчал, да, то есть вот здесь вот можно было сказать, что я мышка, да, маус, да, ну number of heroes to call там естественно будет один, мы только что это как раз проверяли, да, но смысл еще раз вот здесь в том, что по итогам, да, так, дорогой, еще раз опустимся, вот теперь я наблюдаю крайний случай явным образом, да, вот было погружение, 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 я добежал, ну на самом деле, если бы я мерил не количество героев, которых еще нужно позвать, а именно текущий уровень погружения, то я бы видел ровно наоборот динамику, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, да, 10, и 9, 8, и так далее до одного, а 55 это уже распечатка из функции main, там где мы печатаем ответ, понятно, ну что же, значит я сейчас вам сформулировал всю, как сказать, вот базовую часть, да, и хотелось бы какую-то интересную задачку приложить, слушайте, ну а классика, классическая задачка, это задачка о ханойских башнях, скажите, знаете ли вы эту задачку и постановку этой задачки, только смысл, ну там две палки, надо переставить как кольцо, чтобы... не две, давайте расскажу, не две, три, три палки, сейчас я вам покажу, у меня есть, собственно, они, ну в смысле, на самом деле, такая пирамидка, детская пирамидка, но она именно, что с тремя палочками, ну вот, вначале показываю быстренько, а потом мы сформулируем математически, да, алгоритм, ну не точка, или не математически, алгоритмически, да что мы будем делать, что-что? Эдуктивно, она вроде индукции доказывается, ну я, я же не собираюсь себя доказывать, я ее не собираюсь доказывать, я ее собираюсь именно алгоритмически напечатать ответ для ханойских башен, ну дайте, что ли, заголовок напишу, я собираюсь сделать решатель, который решает эту головоломку оптимальным образом, ну на самом деле, есть обоснование для очень простого случая, даже не случая, прошу прощения, а очень простое описание самого решения, математически можно его доказать, без всякой рекурсии, вот, но с рекурсией красиво, и так, у меня есть пирамидка, с некоторым количеством дисков на стержне номер один, мне нужно переложить ее на стержень номер два, у меня есть третий стержень, на который я могу перекидывать блинчики, есть правило, я не имею права взять сразу несколько блоков и переставить сюда, да, я не могу так сделать, я не могу взять, два сразу, да, и перекинуть сюда, потом там, я так не могу действовать, блинчики перекладываются только по дну, блинчики или диски, не так важно, да, диски, лучше будет диски у меня, да, вот, соответственно, вопрос, а что делать теперь, да, ответ, ничего страшного, на самом деле, я могу перекинуть вот сюда, да, у меня освободился столбик, да, прошу прощения, второе правило, вот так нельзя, не должен один диск нависать над диском меньшего размера, вот такая ситуация недопустима, соседние это диски, или вот так вот, да, то есть опять вот такая интересная ситуация, а что делать, я сюда не могу, сюда не могу, значит, получается, чтобы переставить вот большой блин, мне нужно освободить вот эту вот штуку, да, вопрос, как мне быть, я пытаюсь вот так вот, да, а что теперь делать, я вернул на место, что-то не так, наверное, вот попробуем сюда, вау, я кажется, смог, ура, как же я это сделал, я даже уже до конца, а теперь, мне нужно эту пирамидку сюда перенести, да, а теперь внимание, вот то, что я произнес сейчас, да, мне нужно вот эту пирамидку сюда перенести, это ключ к решению, на самом деле, дело в том, что исходная задача, она тоже состояла в том, что мне нужно перенести пирамидку, да, перенести пирамидку, состоящую из дисков, только дисков было 4, и я могу задачу перенести пирамидку, перенести пирамидку всей целиком, отсюда сюда, переформулировать так, пусть кто-то, друг дорогой, неким способом перенесет на временный столбик, временный, да, свободный, после этого, я этот диск торжественно перенесу сюда, и опять, я второй раз прошу друга, друг, я даю тебе задачу, и она проще исходная задача, здесь всего 3 диска, не 4, только 3 диска перенеси с временного на конечный, то есть у меня есть стартовый столбик, временный, конечный, да, со временного на оконечный столбик перенеси, в результате пирамидка переместилась, если бы был у меня такой друг, который умеет решать эту задачу, но дело в том, что этот друг, это я сам, почему, потому что, в тот момент, ну давайте я сейчас вот из текущего состояния, вот мне надо перенести ее отсюда сюда, но дело в том, что все блинчики, которые у меня вот здесь хранятся, все, от самого маленького до самого большого, они все меньше вот этого, соответственно, для меня вот этот блинчик, с точки зрения задачи перекладывания отсюда сюда, мне есть тут этот синий блинчик, или его вообще нету, мои действия по переносу отсюда сюда не изменятся, а что нужно, чтобы перенести отсюда, вот сюда, для этого мне нужно кого-то, а это тоже буду на самом деле, попросить перенести, так, я не забываю, отсюда сюда, да, кого-то попросить перенести на временный столбец, теперь временный, это этот, это идет на оконечный, да, этот, блин, диск идет на свой оконечный, да, а эти должны будут сюда перенестись каким-то чудом, но два сразу нельзя, да, теперь вопрос, кто же это сделает, ну, первое, что заметим, во-первых, все действия по перекладыванию вот этих вот блинчиков, да, ну, я сейчас переложу сразу, да, как это следует сделать, но смысл в том, что все действия по этому перекладыванию, опять же, им не важно, есть этот оранжевый здесь или нет, да, его наличие не мешает им, потому что он более широкий, чем они все, чем этот, соответственно, как перенести это вот сюда, да, это теперь стартовый, это оконечный, да, для этой пирамидки, вот для данной конкретной микрозадачки, да, она такая, кто-то перенес бы мне кто-нибудь вот эту уменьшенную на единичку пирамиду на временный столбец, да, тогда я перенес бы это сюда, а потом снова попросил бы этого кого-то перенести пирамидку меньшего размера вот сюда, в результате я по сути осуществил вот это действие по правилам, понятно, а теперь вспоминаем, что на самом деле у меня там внизу уже лежат и оранжевый, да, а на самом деле и синий диск, они там лежат, просто я их мысленно сейчас убрал, а не меня, потому что их наличие там никак не сказывалось на самом деле на этих перекладываниях, понятно, давайте еще раз, вот смотрите, да, мне нужно перенести вот это вот сюда, да, для этого мне надо перенести вот это вот сюда, да, для этого мне надо перенести вот этого вот сюда, да, чтобы вот это перенести вот сюда, поехали, этого сюда переносим, этого сюда переносим, теперь, мне нужно, соответственно, в рамках перекладывания пирамидки высоты 2, да, закончить процедуру, положить на конечный столбик, есть все это делалось в рамках перекладывания пирамидки высоты 3 я нахожусь сейчас в самой середине решения этой задач вот задачи на самом деле примена вот эту штуку перенести сюда для этого я должен перенести на временный это на конечный это на конечный все я решил под задачу которая была сформулирована первую под задачу которая была в рамках переноса 4 диск понятно так теперь это все надо отправить сюда значит это все на временный значит желтый сюда зеленый сюда желтый сюда на оранжевый теперь спокойно стоит на свое место это надо перенести сюда значит желтый на временный зеленый сюда желтый сюда все мы по правилам и переставили так вот фишка в том что в итоге мы если мы грамотно сформулируем рекурсию то мы опишем универсальный решатель универсальный решатель этой задачки, который будет решать ее для любых собственно наших только естественно сейчас все тут поменяю вот это будет собственно ханой называться у меня два ханой ауч он назвался у меня си пожалуй его надо переименовать пока мы не влетели в проблему компилиации дай открыть его окей так, значит что я собираюсь я собираюсь сформулировать решатель ханойских башен я назову функцию тоже так, ханой причем функция, она будет у меня говорливая она будет печатать решение она вообще будет void функция вопрос, а какие собственно у нее должны быть параметры отвечаю у нее обязательно должен быть параметры количество дисков но кроме того у нее должно быть должны быть параметры собственно стартовый диск и оконечный диск откуда и докуда ну слушайте end занятое слово я назову finish start finish это номерки моих столбиков не дисков, столбиков номерки моих столбиков соответственно что я сделаю сейчас мне надо вычислить время на столбец нет первое что нужно сделать это осознать не являюсь ли я мышкой в кавычках не находимся ли мы сейчас в крайнем случае не должны ли мы сейчас вместо того чтобы заниматься рекуррентной разборкой куда мы перемещаем пирамиду уменьшенного размера осознать а вдруг наша пирамида уменьшенного размера состоит уже из одного диска наша текущая пирамида если мне нужно просто переложить один диск не надо ничего делать я просто должен сказать ребята перекладываем да move соответственно диск он номер один в принципе я мог бы сюда просто один вписать да from давайте все-таки напишу n from соответственно в кавычках дальше что start мне не лень написать еще раз out from start ой простите start это как раз у меня должна быть переменная да to и собственно finish finish это номерки этих самых да ну и здесь мне достаточно перевод каретки штампануть я его как односимвольную конструкцию напечатаю ну или end line handle константочка из иострим окей и это главное что нужно сделать поскольку здесь нет return то мне обязательно придется написать иначе да а вот теперь я рассматриваю не крайний случай то есть еще раз это был крайний случай оконечный крайний а это рекуррентный случай что я должен сделать вначале мне нужно сообразить а на какой временный столбец я должен снять вот эту вот текущую как не текущую пирамиду а вот кусочек n-1 размера то есть мне нужно пирамиду n-1 высоты передвинуть на временный столбец как мне вычислить временный столбец здесь немножко простой математической сообразительности вот у меня три столбца на самом деле любой из них может быть стартовым любой из них может быть финишным совершенно не обязательно этот стартовый это финишный может вообще этот стартовый это финишный а еще один у меня собственно временный я его буковкой т обозначу старт Не бывает так, чтобы временный столбец совпадал с финишным. Или стартовый совпадал с временным. Никогда. Они всегда перепутанные. Числа 1, 2, 3. 1 плюс 2 плюс 3 равно 6. Поэтому номер финишного столбца плюс временного, плюс стартового, независимо от их перестановки, в сумме равно 6. И отсюда я могу вычислить номер временного столбца, зная стартовый и финишный столбец. Номер временного столбца равен шестерке за вычетом S, за вычетом F. Простая математическая разработка, в которой мы понимаем, как нам обнаружить временный столбец, точнее номерок. А зачем он нам нужен? А нужен он нам, как вы помните, детка зовет бабку. Вот нам надо позвать в кавычках бабку, позвать функцию Ханои, передав ей временный столбец. Я назову эту, ну я более длинно называю, старт-финиш, темп я назову эту. Это будет у меня целочисленная переменная, в которую я положу 6, за вычетом старт, за вычетом финиш. И теперь решение задачи в Ханойских башнях состоит в том, чтобы напечатать на экран решение задачи по перекладыванию пирамиды меньшей высоты. И это главное, потому что это приближает меня к крайнему случаю. N постепенно уменьшается и достигнут единицы. Я скажу, ребята, все супер. Понятно? Ну и да, поменять немножко, начинать перекладывать ее в начале со старта на временный. Тут надо сказать вот что. Детка, конечно, может командовать бабками сколько хочет. Позвал раз бабку, позвал два бабку, говорит ей, переложи с временного на финишный. Но, вы знаете, во-первых, ему требуется как минимум, ну немножко времени на осознание, что он не крайний, что он имеет право на вызов под программы, на рекуррентность. Ему требуется некое менеджерское усилие, чтобы понять, с какими параметрами звать рекурсию. В смысле вызывать, собственно, под программу, саму есть себя. Вычислить эти параметры. Это некие действия арифметические. То есть он вычисляет что-то, на прямом ходу выполняет некоторые действия. После чего уходит в вызов, возвращается из него. И товарищи, в данном случае, ему еще и надо кое-что сделать самому. А именно, если у меня бабка перекладывает пирамидку высоты 3, то мне по-любому самому надо переложить торжественно блинчик, один-единственный, который четвертый был по размеру. Я скопирую вот эти два сяута, длинно это формулируется, я вот перетащу их. Move disk N from start to finish. Действие-то то же самое в целом. Только там это был всегда первый, и я мог подчеркнуть, что это оконечное действие. Ну, я не знаю, я скажу. Слушайте, оно будет слишком часто дергаться, чтобы его сильно менять. Поэтому давайте я не буду его трогать. Вот и получается, что функция вызывает самая себя. Извините. Да, Иван. Можно? Можете повторить значение переменных start и finish? Просто я вывесил на секунду. Start и finish это номера столбцов. И я сформулировал методику, как мы, зная номера стартовых и финишных столбиков, с которого на который мы перекладываем. Дело в том, что ради решения исходной задачи, перекладывания с первого на второй, нам потребовалось некоторое обобщение. С перекладывания не с первого на второй, а с первого на третий, с третьего на второй, с второго на первый. То есть, вот когда я перекладывал, держал в руках пирамидку сейчас, то вот было понятно, что служебная пошла сразу, пирамидка чуть-чуть меньшего размера, сразу с первого на третий. Потом там с третьего на первый. Ну, короче, начинается вот эта вот возня такая, в которой надо переложить туда, переложить сюда. Ясно? И поэтому мне нужно обобщить эту задачу. Поэтому я говорю не с первого на второй, а я делаю старт и финиш параметрами моей программы Ханои. У меня у этой функции становится аж целых три параметра. Меня это не пугает. Ну и что? Как разница, надо вернуть? Понятно? И я этими параметрами аккуратно играюсь. Я говорю, так, n должно быть меньше. Я реально собираюсь переложить пирамидку меньшего размера. Но как это происходит? Меня в этот момент не волнует. Понятно? Я делаю декомпозицию, в которой я говорю, ну, этот алгоритм будет как-то решен. Как именно? Да, в принципе, по той же самой логике. Причем какая именно логика, уже не я буду решать, а тот вызов функции Ханои, в котором n будет уже меньше на единичку. Эта задача, она постепенно будет упрощаться, упрощаться, углубляясь вглубь. И она в конечном счете дойдет до крайнего случая. Дайнырнув до него, она начнет выныривать. Правда, в ханоиских башнях она будет заныривать обратно, выныривать, заныривать, обратно, но в конечном счете, ну да, для решения первой задачи нужно две подзадачи, да? Для решения той нужно еще по две, да? Это как если бы дед был многоженец, у него было бы две бабки, которых можно позвать, да? Ну или ладно, бабку и соседку, да? У бабок есть по две внучки, у каждой внучки есть по две жучки, ух, жучки по две кошки, да, у кошки по две мышки. То есть мы здесь, как сказать, да, у нас ханоиское решение задачи о ханоиских башнях, оно нарастает, ну, можно сказать, экспоненциально, как два в степени количества, блин, этих дисков, которые надо переложить. Ну, на самом деле, количество переглавленных будет еще плюс один, да, то есть у меня будет, по сути, как это, число Мерсена, что ли, будет получаться? Ладно, не суть, важно. Два в степени примерно порядка того. Давайте запустим и посмотрим, как будет работать наш решатель ханоиских башен. Он говорит, подождите, ну, конечно же. Говорит, как вы, с какого столбца на какой вы перекладываете? Слушайте, если я захочу увидеть решение ханоиских башен из десяти блинчиков, я его увижу. Я не имею права старт и финиш делать, кроме как один, два, три, причем всегда должны быть разные, иначе моя функция сломается. Я сейчас этот контракт не прописывал внутри функции, но я реально сам-то понимаю, пока что мы еще недалеко ушли, да, от формулировки. Поэтому на самом деле стоит вот здесь вот как-то, ну, написать что ли, да, то есть вот как-то объяснить, что товарищи, да, что старт и финиш, да, не должны быть равны друг другу, да, соответственно, from, соответственно, один, two, three, да, start and finish are from one to three, да, start не равно finish, да, also start not equals finish, да, что еще мне нужно сформулировать? Ну, что n у меня на самом деле, да, дисков, number of disks, n должно быть больше нуля. На самом деле, большой вопрос, а почему она не может равняться нулю? Ну, ответ, потому что наша рекурсия уйдет в бесконечную рекурсию и грохнется, естественно, с stack overflow. Ну, давайте сейчас посмотрим, что будет происходить в данный момент. Ой, что не так? Hanoi 1012, и читайте, я сам не осознаю, в чем дело, придется посмотреть в этой, в дефолтной перспективе. Эй, это было что, дефолтная, что ли, перспектива? А, это было дефолтная с очень сильно уменьшенным этим, полем ошибок. Что у него не это самое? Using namespaces.td Что такое? Еще раз. А, ой, 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 конечно, Hanoi, войдовая функция. Ее не надо, ее не надо выводить на экран, ее надо просто вызвать. Все, простите меня, пожалуйста, это я неправильно написал просто. Так, внимание, что мы видим? Вот это вот все, это решение задачи по перекладыванию пирамидки высоты 10. Я его мотаю, 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 елки-палки. Но оно, на самом деле, это действительно, ей можно доказать, что это оптимальное решение, но вот в этот момент я реально нахожусь только на середине. Я реально нахожусь только на середине. Я дошел до того момента, когда пирамидка высоты 9 наконец переложена, и диск 10 может быть переложен столбца 1 на столбе 2. И потом столько же действий по, собственно, обратному перекладыванию. Слушайте, тут уж слишком много, задачка слишком сложна для ее анализа, давайте что-нибудь попроще, пирамидка высоты 4. Это дело, в принципе, мы можем даже прогнать на моей деревянной пирамидке. Вот, собственно, все действия здесь прописаны, которые необходимо сделать в процессе решения. Да, я могу их, в принципе, прогнать. Так, друзья, я думаю, что все-таки прогонку, ну, можно вот увидеть, да, вот видите, тоже вот, четвертый с первого на второй, да, в серединке этого третий как раз с первого на третий. А в процессе третьего, видите, у меня были вот эти вот, да, троины, в котором второй с первого на второй был, да, а потом второй перекладывался со второго на третий. И это было частью перекладывания пирамидки высоты 3, да, соответственно, с первого на третий. Да? Чтобы был чистый столбец под перекладывание четвертого с первого на второй. Ну, слушайте, я надеюсь, что вы еще посмотрите на это дело детально. Слушайте, ну, я думаю, что мы не будем загонять никуда. у меня хотелось кое-что еще вам рассказать. Еще хотелось бы кое-что вам рассказать, но я думаю, что мы это просто все-таки перенесем на следующую неделю. Так, ну, на этом, собственно, материал закончился сегодняшний. Субтитры сделал DimaTorzok